Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 апреля, уже подходит к концу апрель месяц. И вот я сейчас села ответить на некоторые, прочитать комментарии, ответить на вопросы, но в основном вот этот выпуск хочу сделать из-за поздравления. Конечно, у нас сегодня Пасха, никто не работает, все мы отдыхаем. Мы тоже с внуком сейчас собираемся идти в церковь, сейчас нарядимся, красоту наведем и пойдем гулять. Правда, у нас почти по колено снег на улице, вот эта снежная каша, и хорошо, что церковь рядом, прям буквально 5-7 минут ходьбы. У нас церкви в городе все преимущественно, все почти старинные, очень красивые. Вот это наша церковь Казанской Божьей Матери, она еще при Николае II построенная в царское время. Но у нас все такие, у нас город древний, и Успенская церковь, большая там в центре города, она тоже построена при Николае II. Все это построено было преимущественно на пожертвования прихожан, очень красивые церкви. Мне нравится, что они старинные, вот такие в них дух еще, ну всех наших предков. И я уже писала в комментариях, что у нас она так рядом. Иногда вот летом работаешь в огороде, по воскресеньям вот эти вот, когда, какие службы-то за утренние идут. И вот этот колокольный звон разливается по всему нашему, у нас частный сектор, и церковь не так далеко. Так приятно, я уже писала, ну я писала в шутливой форме, конечно, что мне можно не отходя от грядки присоединяться ко всем молящимся. Но церковь очень близко, сейчас мы сходим. Конечно, вот этот снег с грязью, вся эта каша размесили, идти вообще невозможно, но поползем понемножку. Всех поздравляю с этим светлым праздником. Конечно, настроение у всех мудря были в магазине особенное, все эти куличи и пасхи творожные, яйца, все с подарками, с продуктами. И настроение приподнятое, несмотря на то, что нас снегом завалило, но у нас будет через два дня тепло, ждем тепла. Так, сейчас комментарии предшитаю, я быстренько, надолго вас сегодня не буду задерживать, потому что все-таки день праздничный. Вот Людмила Шепилева пишет, дай бог сохранится, это вот про то, что тоннели под свечками. Тут про тоннели, это вообще, это что-то с чем-то, но я всегда говорю, что одного мнения у нас, конечно, не может быть, мы все разные. Кто-то пишет там, ну вот держитесь, обязательно вырастет все. Кто-то пишет, да все у вас там замерзнет, даже не думайте. Интересно все-таки, как люди смотрят по-разному, ну это про тот же стакан, наполовину полон и наполовину пустой. Один мужчина вообще написал, что признак дурости и неадекватности. Ну то есть дура и психбольная, вот так вот. Ну посмотрим, в прошлом году вот точно такие же комментарии читала, все это я выслушивала. И потом, когда все это выросло, ничего не замерзло, почему-то тот, кто писал, что я дура, неадекватная, что у меня все замерзнет, никто не вылез и не написал, что вот, а мы думали, что замерзнет, просто они куда-то, эти люди исчезли. Они, наверное, действительно, есть же люди, которые питаются негативной энергией. Они ходят, наверное, только такие нехорошие комментарии пишут, а потом, когда все хорошо делается, но написать нечего, они просто удаляются с канала. Жаль, конечно, что вот у нас, я всегда повторяю, у нас такое общество образовало здесь доброжелательное, дружелюбное. И жаль, что к нам в гости заходят вот такие люди, которые не стесняются писать и оскорбления, и маты. Сегодня прочитала уже и дура, ты колхозная, и бабка-балаболка, и что так это. И все мужские, вот это все мужские комментарии. Я их всех, конечно, удалила, заблокировала, больше они не придут к нам с матерками, не надо здесь нам ни матов, ни оскорблений. Я всегда говорю, если есть мнение отличное от моего, ну пишите в культурно-вежливой форме. Вот одна девушка написала сегодня про то, как эти длинные томаты я высаживаю, что мне посмотрела видео, мне не понравилось, там много лишней работы, все. Ну а я пишу, я очень рада, что вам не понравилось, мы все разные, у нас не может быть одного мнения. И когда человек пишет адекватно, просто это в культурной форме вежливой, очень даже приятно в форме диалога разговаривать. Но отвечать на маты, конечно, я никому не буду. Вот Ирина Турбина пишет. Оля, смотрю, давно сегодня подписалась, что-то родное увидела, у нас 40 соток земли, внуки, и тоже нет ни минутки свободного времени. Поздравляю вас с Великой Пасхой. Ну я и Ирину, и всех, чьи поздравления я сегодня не успею, например, прочитать. И кто-то не написал, а просто мысленно меня поздравляет. Я тоже всех поздравляю, желаю всем удачи и в огороде, и в личной жизни. У меня с Пасхой вообще связано такое воспоминание детское. Пасха это как бы начало нового этапа, вся природа пробуждается. Я всегда помню, нам вот бабушка давала эти крашеные яйца, но яйца были просто крашены луковой шелухой. Раньше один способ был покраски. Мы выходили, я вот в сростках жила, это вот гора Пикет, уходили туда, и вот эти с яичками смотрели, эти деревья распускаются в это время. Ну Пасха в разные периоды, но мне почему-то помнится вот, наверное, поздние Пасхи, когда уже были деревья с ясточками, и трава зеленая. И что-то такое вот поднимается в душе, что именно сейчас все хорошо будет, вся природа проснется, и снега больше не будет. Но это так думается, ну, ослышается по-другому, конечно. Но мы настраиваемся на лучшее. Вот Ирина Турбина пишет, Александр Александров, я пользовалась этим методом посадки томатов с бананом и яйцом, разницы никакой не увидела. Это вот просто одна зрительница написала, что при посадке нужно банан класть и яйцо. Но я подозреваю, я уже высказала, что яйцо-то будет, наверное, может быть вонять, у него уже неприятный вкус, когда оно вот так вот прокисает, тухлым вот это. Потом Светлана Харламова пишет, применяли ли вы нашатырный спирт для рассады когда-нибудь? Нет, не применяла. И нашатырный спирт, если честно, в огороде вообще не применяю? Ну, вы знаете, я мало чего применяю, но просто потому, что из-за нехватки времени. Если бы у меня было немножко посажено и было бы времени много свободно, может быть, я и поэкспериментировала бы, тем бы полила, другим бы полила. А так как времени не хватает даже на дежурный такой уход, то все эти вот эти прибамбасы, они как бы проходят боком мимо меня, потому что просто нехватка времени. Вот тут Любовь пишет, что вот такие же грядки, но делают живые. Вот живой навоз, потом укладывают и огурцы так растут. Но дело в том, что у нас, мы в городе живем, у нас живого навоза в это время нет. И не только время в это, а в другое. Очень сложно найти где-то в городе живой навоз, чтобы он был именно такой. Я помню, что отец сделал горячие грядки, но мы держали скотину, он тут же со скотного двора откидывал туда. Надежда Семенкова, пусть к вам придет быстрее лето, ваш оптимизм достоин уважения, но все же таким испытанием должен прийти конец. Еще раз желаю, чтобы у вас наступила теплая весна, плавно переходящая в лето. Это, конечно, все хорошо, но редко так бывает. Людмила Шкергина пишет, накройте еще спанбондом, надо всегда в запасе иметь. Ну, я уже говорила, у нас запасов очень много, у меня целые рулоны прошлогодние. Когда еще три года назад вот таких тоннелей я делала по семь, по восемь штук, там выращивалось очень-очень много. И сейчас в связи с возрастом, ну, как с повышением возраста, я начинаю сокращать. Потому что некоторые хотя и думают, что я вот такая там безбашенная, что там убиваюсь, я не убиваюсь, я равномерно нагружаю себя. Когда было по силам, делала восемь, в этом году будет всего два тоннеля, они помаленьку снижаются. Возможно, я когда-то вообще буду выращивать только вот большие томаты, а с рассадой не буду возиться. И, конечно, у меня есть в запасе и спанбонд, и все, сейчас уже тремя слоями накинули, потому что было холодно. Валентина Папина пишет, как жаль этих Голубкиных, им недоступен кайф от своей работы, да еще людям. Ну вот, это она вспомнила комментарий, когда Голубкина сказала там, что что-то там кишки рвете, что с голоду умираете. А я говорю, а вы не понимаете, что иногда люди работают для удовольствия. И вот она написала, работают для удовольствия, опометуйся. И вот я отвечаю сейчас Валентине, что меня тоже поразили вот эти слова, опометуйся. Я знаю, больше чем уверена, что большинство огородников для удовольствия работают, а не от голода. А некоторые действительно думают, что все вот это мы хлещимся только из-за нужды или от голода. Мне вот тоже ее стало жаль, потому что очень трудно работать, когда не получаешь от этого радости и удовольствия. Если бы мне не было это в кайф, в радость, я никогда этого бы не делала. Ну, вы поверьте, что сложно заставить себя через силу так лазить там по сугробам, сметать снег с тоннелей или высаживать по несколько тысяч. И это счастье, когда делаешь то, что тебе нравится. Вот мне пока нравится, я делаю насильно, меня никто не смог бы да заставить. Так, а это вот про мурашей Татьяна Киселева. Не надо манки разную ерунду, по дорожкам насыпьте битоксибацелин. Ну, мне, кстати, про него говорили, я Татьяне ответила, что надо посмотреть в магазине. Жаль, у нас рядом нет магазина, это мне надо ехать через весь город. Не всегда есть время, но вот выберу время и поеду. Ну, тут комментарий пишет Вова, Путин согреется с Настенькой, а завтра цирк с конями. К сожалению, пошли мы вчера, с внуком поехали, приперлись туда, цирк с конями уже уехал. Ну, я такая пришла домой мужу, говорю, ну ладно, у нас свой цирк с конями, не заскушаешь. Снежных баб лепили, в снежки играли вот с внуком, сейчас видео выйдет, посмотрите. Это свой цирк с конями и бесплатный, это вообще ужас. Мы вчера натурально лепили снежных баб, и внук прибегает, морковку, морковку мне, морковку. Я думаю, зачем морковку? А они, оказывается, уже первого снеговика слепили в огороде, и надо было нос вставить в морковку. Валентина Папина пишет, ужас даже не верится, у нас сегодня 18 градусов, завтра 9, а ночью минус 4. Все соседи грядки уже посеяли. Да, это ужас. Вот Лилия Вальтер пишет это про колышки, это я писала, что Коля в стройматериале 130 рублей за одну штуку, но это они с полимерным покрытием. А я еще думаю, почему так дорого одна колышка, 130 рублей, полимерное покрытие. Я потом расскажу, как подвязывать все, это уже про подвязку. Вот Сергей Дмитриев, это опять риторический вопрос, который задается каждый день многими. Если вы контролируете погоду, то зачем высаживать накануне заморозков? Успехов вам, конечно, желаем, но зачем столько стресса и вам и томатам? Ну вот смотрите, Сергей, или если это вот, например, женщины, многие со страницы своего мужа или сына выходят. Объяснять это все очень долго, но это не стресс, это образ жизни. У нас постоянно так. Ну вот смотрите, как вы говорите, что если вы знаете прогноз, зачем высаживать накануне заморозков? Но он ведь у нас будет еще и в мае, он у нас будет заморозк и еще в июне. Но неужели вы думаете, что мы будем все сидеть и ждать, когда все это пройдет? И тот, кто высаживает в традиционные сроки, то есть после 10 июня только можно высаживать, тот половина урожая снимает зеленым, а иногда и вообще не дожидаются, а там уже фитофтора. И никаких стрессов, ну какой стресс? Я вчера вот бегала, играла, я знаю прекрасно, что, ну даже если там будет какой-то урон, но они все равно должны выжить. Но я надеюсь, что они выживут вашими молитвами, раз вы желаете. Никакого стресса, ни мнения им не будет. Но у нас жизнь такая, что это, стресс что ли? Мы уже привыкли, у нас вот это то холод, то жара, то вообще мороз, то еще что-то. Какой стресс, образ жизни такой? Вот Сергей Дмитриев же опять спрашивает, а зачем столько томатов, голодаете? Я вообще над людьми удивляюсь. Вот я пишу, у вас стимул только голод? Других-то не бывает, и других вариантов даже не приходит в голову, странно. А если, например, человеку нравится заниматься с растениями, с землей, и делать какие-то вот такие эксперименты, пусть даже экстремальные. Пишет, всю родню не накормишь, всегда будут недовольны и обижены. Да я родню не собираюсь кормить, это вообще рассада, вот это на продажу. Голод. Почему люди думают только о голоде? Война давно уже прошла, голода уже почти ни у кого нет. И если я выращиваю много и вот так вот бьюсь с ней, это не значит, что я голодаю. Кто меня видел на видео, на голодающего человека я не похожа. Не видно, что я недоедаю или что я ослабленная. Явных признаков ослабленности и голодания у меня нет. Вот ужас. Надежда Красикова. Вот обязательно найдется, кто плеснет свою ложку дегтя. И это, как правило, мужик. Делают женщины более умные, тактичные и работящие. Да, конечно. У нас женщины, даже если кому-то не нравится, они говорят, а я с вами не согласна. У меня вот так. Это очень хорошо, что человек даже не согласный, он умеет выразить свою точку зрения. Вот Лилия, Вальтер, ну тут снова рецепт, как свечку сделать. Кому надо, почитайте. У нас уже завтра будет тепло. Я надеюсь, мне теперь уже больше не надо будет свечки сделать. Ольга, не переживайте, быть тепло, пишет Светлана. Фамилию, боюсь, не по-русски прочитать неправильно, перековеркаю. Сегодня в Самарской области, в Тольятти, видели косяки перелетных птиц. Скоро потеплеет. Ну, птицы летят, значит, будет тепло. Вот тут спрашивают, а где вы живете? Алтайский край, город Биск. Потом. Я там еще хотела дойти до одного комментария. Сейчас, подождите, минуточку, продвинемся. Ай, вот про эти все, про Коли. Так, где вы живете, город Биск? Вот пишут все про эти Коли. Какие-то они там рассадники инфекции у меня увидели. Светлана Новикова. Ну, зачем этот рассадник инфекции? Проволока по всей длине теплицы и подвязывай каждый ствол. Светлана, вы можете подвязывать их хоть проволокой, хоть как, хоть какие-то воздушные петли. Мы делаем так всегда. И я надеюсь, что до конца своих дней я буду выращивать в Коловой культуре. У меня уже все на это заточено, приспособлено. Так выращивали мои родители и я, и все мои соседи. Вы можете делать как угодно. Я отвечаю, что у нас, вот в нашем районе, я не знаю, я не видела других огородов, где-то в других городах. У нас все выращивают в Коловой культуре и никаких инфекций никогда нет. Если вы видели мои видео, у меня на участке все в порядке до самой осени, до самой зимы. Колышки это не тот повод, из-за которого стоит беспокоиться, что какая-то инфекция будет и все помрет. При нормальном уходе все нормально. За зиму они обеззараживаются и все прекрасно. И Лилия опять спрашивает. Ольга, ты там что в тоннеле по-пластунски ползаешь? И прямо изнервничалась, пока снимала, долго тоннель держала открытым. Я туда вообще не ползаю в тоннеле, не по-пластунски никак. Я же с краю открываю, вставляю вот эти свечки, с того краю открываю, вставляю. А то, что долго открыто, но свечи все равно менять. Я вот написала, ничего, они там надышат. Вот сегодня я боюсь, как бы они уже не сгорели. Сейчас пойду, наверное, открывать. Вышло яркое солнце, там моментально повышается температура. У них сегодня как бы там духовка. Вот они там сидят из огня до в полымя. Они еще все прикрыты снегом по краям, как обвалы такие. А внутри уже такая высокая температура, что вот такие качели. Вот пишет Александр, от гниения существует специальная пропитка, наливаешь ведро, ставишь колышек на пару минут. Но дело в том, что ни разу ничем не пропитывала, и это еще трудоемко, конечно. А с другой стороны, ни разу никаких проблем от этих колышков я не видела. Нина Митяева пишет, всему свое время, это вот про тоннели. Но это наше время как раз и подошло. Каждый год высаживаю в это время, даже 15 апреля высаживала. Специально хотела сегодня нарезку сделать. Но сегодня мне некогда, все-таки праздник, сейчас пойдем из дома уйдем с внуком. А то хотела показать прошлый год. Также высаженные тоннели, также заваленные снегом. Те же самые комментарии, вот все один в один. Но потом так же все выросло, как всегда вырастает. И это то самое время, когда в тоннели уже можно прикапывать томаты. Ирина Иванова. Что за необходимость сажать, когда на улице снег? Пятилетку за три года, что ли, сажаете? Сажайте уже сразу в январе. Но я когда хочу, тогда и сажаю. Я вот пишу, что решаю, только я... Это никого больше не касается. Вы можете выбрать любые сроки. А вот у меня эти сроки на протяжении многих лет. И они мне нравятся. Так, вот тут продолгоиграющие, Марина. Свечки как делать? Кому надо, читайте. Очень много советов таких дельных. Вот пишет, рассада стала вянуть и падать. Некоторые сорта что делать? Когда вянуть? Когда падать после высадки в теплице или в грунте? Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Может быть от жары, может быть у нее такая адаптация, стресс. Вот, еще один добрый человек. Не переживут, так и знайте большими буквами. Ну, спасибо, поддержали. Я пишу ему в прошлом году. Мне также говорили добрые люди. Но обошлось. Пишет, лучше бы я ошибался. Но если вы не хотите, чтобы они замерзли, вы не пишите этих слов. Вот зачем писать, так и знайте, не переживут? Вы уже как-то себя заранее прогнозируете и хотите меня убедить в негативном исходе событий. Никогда не говорю таких слов. Даже если их засыпет снегом. Даже если они закостенеют, заледенеют. Я все равно уверена. Я подхожу и говорю, ой, да все нормально, выживут они. Они это слышат, раз послушают, скажут, о, точно. И начинают. И все выживают всегда. Даже если не выживут, лучше потом сказать. Ну, я ошибался. Я думал, надеялся на лучшее. Но заранее никогда нельзя прогнозировать негативный результат. Вот этот вот результат. Это очень плохо. Особенно в жизни, когда вы насчет себя это будете говорить. Нехорошо это. Все сбывается. Пишет, привет, в Рубцовске выпал снег. Но у нас выпал снег и немало. Любовь Задорожная пишет, поздравляю вас с ваших близких, с праздником Пасхи. Я вот тоже всех поздравляю. Если сейчас, как всегда, у меня закончится на полусловии мое видео, у меня и фотоаппарат еще такой допотопный. Я сразу заранее с вами прощаюсь. Техника на грани фантастики. Так, пишут, у вас там болото, Алан Алиев. Ну, это поливаю при высадке всегда сильно. Еще пишут, все будет окей, с праздником вас. Ну, вот видите, правильный комментарий. Надо всегда надеяться на лучшее. У оптимистов всегда более успешная жизнь. Удается всегда карьера. Все дела они как с наивысшим результатом делают. Так что надо всегда говорить, все прекрасно, все окей. Светлана Канеева пишет, ну вы молодец, дай вам Бог здоровья. Ирина Миклина пишет, вы, наверное, землячка, живу в Новокузнецке. У меня Алтайский край, город Бейск, но в Новокузнецке я жила, училась в Кузнецком индустриальном техникуме по профессии технология коксохимического производства. О, куда меня занесло. Так, в восторге от вашего оптимизма. Елена пишет, после уборки вы коля ничем не обрабатываете. Вот все про коля очень много. Соседка обрабатывает фитофоспорином, чтобы не передавались болезни, а также растирает хозяйственным мылом все подвязки. Светлана Новикова пишет, фитофоспорин это круто, но на мертвом дереве он не работает. Зря только переводите. Я пишу, что я не обрабатываю. Вот за зиму все, как сказать, промораживается и все обеззараживается. Ничего не делаю. Людмила Шумкина пишет, есть специальный бур для посадки растений. Ну, я конус-то не могу купить, а бур я не думаю, что у нас вообще где-то есть. Потом. Пономарева Ольга пишет, я тоже пользуюсь такими же колями, намного удобнее шпагата, колышки. И то бывает склоняются от урожая, заваливаются на бок. Мне вот тоже нравится, что колями, они, во-первых, устойчивые, ты уже куст привязал, он ни туда, ни сюда, и сколько бы не было томатов, когда сильно высокие заваливаются, он более выдерживает. Ну, так, пишет Нина Меркулова, да, нам тоже обещают похолодание. Вот вопрос, почему так близко сажаете томаты? Вот когда я вчера высаживала через кол, но я думала, уж все знают, вот в этой теплице я высаживала томаты по два в одну лунку, то есть парная посадка, а не вот так вот идет строчка, но в этой строчке парная посадка. В следующей теплице, где будут только эндотерминатные высокорослые, я буду высаживать, наверное, по одному, чтобы показать вам и такой, и такой способ, но вот здесь вот они попарно. Людмила пишет, Ольга, ты как морозка, а когда подуло-то, и пар такой идет. Сергей Елисеев пишет, старую теплицу убери, не жалея, там видно, как были огурцы посажены, так все высохло, какой-то рассадник инфекций. Почему вы решили, что какие-то инфекции, уже людям мерещатся, что ли, инфекции в огороде? Да, там в том году были посажены огурцы, они засохли, осенью не убрала, уберу весной. Это не значит, что там какие-то инфекции сидят. Но если даже, я вот написала, что не волнуйтесь, до вас не дойдет, если у меня там даже какая-то инфекция сидит, до вас точно не доползет. Вот по Домареву Ольга пишет, как это уберите теплицу? Да она еще послужит огурцель, арабуза, дыни можно выращивать, у людей такой нет. Но действительно, я буду ждать, пока она будет работать. Там хотя бы, знаете, даже если там ничего не выращивать, вот те же колышки, или они у меня были бы под снегом, в мокроте и гнили бы, или они вот в сухости пролежали зиму, там я рассаду скрываю весной от заморозков. Вот сейчас разрастется, будет много рассады, я туда выставляю ящики целлофаном, прикрываю. Ни разу не знаю никакой инфекции, там никто у меня не подцепил. Вот Надежда Иванова пишет, наша вот такая, как это, как наш критик, что ли. Ну это уже даже не смешно. Ну ладно про помидоры на каждой чих видео, так уже и о палках, бла-бла-бла, ни о чем на 10 минут. Вот зачем люди такие заходят на канал, если ты уже все знаешь, если все тебе это так неинтересно. Вот ей пишут комментарии, что не смотрите, писать-то вам не лень, вас никто не волит, проходите мимо. Пишут, Надежда, вы не туда попали, здесь не цирк, смешить вас никто не будет. Лена вот пишет, а это мне, для меня, мне надо такое увидеть. И другой зритель пишет, мне вот тоже интересно, я каждый год с Колями напрягаюсь, негде взять, ходишь, рыщешь везде, кротышки подбираешь, они ломаются. Надо тоже сходить в стройматериал, поинтересоваться. И вот Анастасия пишет, а кто-то и про Колышки ничего не знает, не все такие мудрые. Если не хотите слушать советы, сами делитесь опытом, если он есть, ну это точно. Я ей написала вот такой, как, развернутый ответ, чтобы она, она потому что уже, как, не раз такое высказывает, ей это неинтересно, то неинтересно. Я пишу, Надежда Иванова, вам уже давно пора понять, что этот канал не для вас. Но вам уже много раз вежливо намекали, что вы не туда попали. Вам лучше идти на, ну, какой-нибудь другой канал. Ваша ложка дегтя нам не нужна. Здесь собрались доброжелательные огородники. Если даже выходит видео, тема которого им неинтересна, они просто пропускают его, ну и не верещат, конечно, на весь мир, что это им неинтересно. Зато другим интересно, ну надо быть как-то полояльнее, не надо быть такими эгоистами. Даже если всего одному человеку эта информация нужна и сможет помочь, значит, эта тема должна быть освещена. Это мое мнение. И все темы я беру из вопросов зрителей. Если бы у меня не спросили про колышки, мне, если честно, даже в голову не пришла бы мысль о ней говорить. Потому что я тоже считаю, что если я все это знаю, ну как-то вот так автоматически мы считаем, что эта тема уже давно всем известна, раз я много лет пользуюсь, тут даже никаких нюансов, вопросов нет. А нет, оказывается, некоторые люди интересуются, не знают даже, как лучше подвязать и какой длины должен быть кол. Но значит, нужно об этом рассказывать. Потому что это и есть огородная азбука. Это именно азы, самые первые шаги. Вот эти аз, буки, веди. Потом уже будет глагол и все остальное. Но пока что мы на первых буквах. Я уже говорю, что потом, может быть, будет и огородная академия для самых-самых умных, кто хочет какие-то вот заковыристые там вопросы. Но пока что мы проходим азбуку. Надежда Уткова, поздравляю с Пасхой. Ура, завтра ночью уже плюс пять. Надеюсь, выстояли. Охота, чтобы все выстояли. Так, ну выстояли, теперь к нам идет жара, другая опасность. Написано, здравствуйте, посадил семена томатов, сколько раз поливать? Поливать надо по мере подсыхания грунта. Вам никто не скажет, сколько раз поливать, потому что мы не знаем, какая температура у вас в комнате, сколько вы первый раз полили, насколько достаточно вы пролили грунт. Потрогайте пальцем. Как чувствуете, что подсохло, значит, нужно полить еще раз. Это даже не... Обычно поливаю я вот раз в неделю. Но опять же, смотря сколько полить, это же зависит от объема еще. Сергей Лунин, вот и высаживай рассаду в такую рань. Или вымерзнет напрочь, или сгорит от неисправной проводки. Все-таки Сибирь высаживать томаты сейчас, считаю, неприемлемым. Тем более, черемуховые холода не наступили. Там вот он еще говорит, почему дверь открыта. Но я отвечаю, что... Сергей, вот дверь я держу открытой, потому что я в это время заносила лотки с рассадой. Как вы понимаете, что сквозь стены проходить я еще не научилась. А высаживать рано я никому никогда не призываю, наоборот, предостерегаю. Я всем говорю, что высаживая вот так вот рано в тоннеле, у вас должна быть очень устойчивая психика, очень крепкая нервная система, берите пример с меня. И даже если у вас замерзнет, вы должны быть готовы и к негативному. Вы, конечно, надеемся, мы все на лучшее, но мы должны быть готовы. И это не должно быть для нас стрессом или какой-то психической травмой психологической, или как это называется. Мы должны быть к этому готовы. Я вот готова ко всему. Я знаю, что будет хорошо, но где-то в подсознании я всегда согласна с тем, что может быть мороз минус 15, тогда уже собой не прикроешь и ничем не сохранишь. Высаживая в такие ранние сроки, конечно, я рискую. И я знаю, что это риск, что это необыденная такая процедура. Вот еще Валентина Виноградова. Почему коле? Просто подвязать нельзя к натянутой проволоке. В открытом грунте, да, коле необходимы. Может, у вас теплица не приспособлена. Все-таки почему? Извините за банальный вопрос, но пересматривать все видео, честно, нет времени. С наступающей Пасхой. Ну, у вас нет пересматривать времени видео, а у меня нет времени опять все сначала объяснять. Я уже много раз объясняла. Просто традиционно, если коротко. У вас нет времени? Я вам отвечу так. У нас всегда все делают так. Когда не было интернета, я даже не знала, что такое шпалера. Если я видела, что мои родители так делают, мои соседи так делают, нам палки переходят даже по наследству, из поколения в поколение иногда родители оставляют детям. Все мы так делаем, нам удобно, мы так привыкли. Коротко, ясно. Раз времени нет. Вот Виктория Вакарчук купила в Абби термометр для грунта, а у нас Абби, я не знаю, есть или нет. Так. Я вот сейчас последний предсчитаю и все. Если кому-то не нравится, пишет Наталья, то не стоит смотреть, и проблем не будет. Я тоже так считаю. Вы такая умничка, не слушайте никого. Я вроде как не молодой огородник, но у вас столько всего нового и интересного узнаю. Я живу в городе Яровое, Алтайского края. У нас очень похожий климат. Вот я вот пишу, да, я в Яровом была. У них там прекрасный лечебно-реабилитационный центр. Я ездила спину на вытяжку. У меня спина в двух местах смещения позвонов. И это как стирание дисков, что ли, вот эти диски, это сдавливание. Вот меня там вытягивали. Прекрасное место там. Соленые у них озера интересные, в которых люди не тонут. Все, до свидания. Еще раз поздравляю всех с праздником. Желаю всегда...